всем привет вы на канале тв распаковки сегодня рубрика тв сегодня я вас познакомлю из т2 тюнером германского бренда который называется садком 530 плюс этого тюнера что у него есть обучаемый пульт который можно настроить и забыть о пульте с телевизора так посмотрим на комплектации этого тюнера кабель тюльпаны идет в комплекте вот сам обучальный обучаемый пульт он небольшой но вот эти кнопки 4 которые можно запрограммировать программировать его нужно взять пульт от телевизора нажать кнопку окей и 0 держать потом вот эта диодная лампочка замигала красным цветом потом вот так ставим пульты и нажимаем одновременно эти кнопки и вот кнопка за программировалась включить выключить потом звук уменьшить держать потом добавить держать и вот эту там переключение как переключать чтобы на тюнер с телевизора переключить вот так настраиваться вот этот здесь внутри есть инструкция можно почитать разобраться это несложно внутри идет батарейки сам тюнерок и инструкция тюнер впереди вот надпись садком до 530 до поддержит формат dvt2 mp4 youtube эти 5 и здесь юсби вставляются вот кнопочки такие вентиляция присутствует это хорошо выходы антенный вход антенный выход юсби выход для подключения вай фай адаптера hdmi выход выход на тюльпаны питание здесь встроенная и есть выход на блок питания 5 вольт 2 ампера на 10 ватные так что если питание внутри сгорит нужно подобрать сюда блок питания подключить и смотреть не надо не ремонт ничего так что вот такой плюс в этого тюнерка сейчас подключим к телевизору посмотрим что он способен и так подключаем данный тюнер к телевизору для начала мы установим на него последнюю новую версию прошивочка потом пройдемся по меню установить прошивку можно вот в этом меню выбрать он новая не паза нажимаем с usb все путь вот здесь и ищем наши эти народ которые называются с откома это 530 сейчас мы найдем эту версию прошивочки здесь их несколько вот она и нажимаем окей и идет прошивка тюнера сейчас она пойдет вот установим потом пройдемся по меню подключим вай фай от сканируем и т2 каналы как они ловят как сканируется покажу на что способна это очень хорошего качества она мне очень нравится сейчас я вам покажу какой я здесь был и пошагово мы посмотрим на что она способна вот пошла пироза грушеска прошивочка уже остановилась вот такая заставка сад ком вот и сейчас посмотрим включается прошивочка и сразу ставится вот такое меню мы для начала нажмем на хекс и ты вот меню и немножко пройдемся по настройках да сейчас подключу вай фай адаптер так вай фай адаптер я уже подключил и сейчас мы настроим я думаю нужно настроить язык ну чтобы было более удобный поставим русский нажимаем exit сохранить и пройдемся кратко по меню здесь давайте наверное настроим канал это 2 тип поиска все автопоиск страна но мы выберем посмотрим какие здесь есть если украина так как я нахожусь в украине и как меня наружная антенна поэтому я включаю питание антенны и нажимаем автопоиск и пошел поиск т2 цифровых канала сейчас посмотрим какие каналы поймаются у меня антенна польская сеточка вот питается она тюнера питания я не ставлю потому что ну тюнер подает питание поэтому она должна сканировать и так все так что сейчас мы все посмотрим как она у нас отсканируется какие каналы поймаются вот мы видим как отсканировались канал сейчас мы пройдемся по меню канал и все работает и вначале у нас есть такое меню редактор каналов можно здесь редактировать канал и вот нажимаем и красной кнопочкой перемещаем зеленой пропустить и желтой блокировать и синей удалить и можно настроить как вам нравится канал и есть программа передач вот видите нажимаете и вот вся программа в правом углу от меня все это пишется можно сделать вот такую программу передач сортировать можно по логической нумерации выключить сортировку по транспортерах по индификатор айди кому как нравится логическая нумерация это авто выставляются канал этом с первого как она идет в системе и как и аку тоже не помню что это такое настройка соотношения сторон нужно авто вот выставить кому как удобно под телевизор разрешение формата тв формата громкость настройка экрана тоже как кому нравится какая яркость нашлись сыщенность контрастность и все остальное дальше есть вот поиск на это уже вам показывал настройка времени вот это всякое тоже по своему вкусу можно настроить настройка язык меню языка программы язык сортипе субтип трав теле текст звуковая дорожка это все можно настроить также на есть раздел система можно настроить родительский контроль установить мужа пароль сбросить на заводские настройки информация версия прошивки у меня 0806 двадцатого года обновление по это мы уже обновлялись флешки вы видели видели как это все делается настройка сети настройка сети вот есть такая вай фай и сканируем сеть сейчас мы найдем наш адаптер вот он подключаем вводим мой пароль так пароль ввел их сохраняем и подключаемся к вай фай адаптеру сейчас все это подключается вот появился вот такой значок уже к сети вай фай мы подключились нажимаем на кнопочку exit и выходим так сделали на настройку сети и переходим следующее меню юсб вот мультимедиа записанные файлы настройка порвает а если поставить флешку можно программы каналы записывать все на юльбе флешка и потом просматривать если вдруг вы пропустили какой нибудь фильм или телепередачу и интернет функции здесь у нас есть ай пяти ви сейчас посмотрим вот видите у меня уже есть плейлист сейчас мы включим вот канал тв тысячи и видите вот идет канал тв тысяча вот вот этот канал и пяти ви идет хорошо поэтому к этой приставке можно смотреть не только 32 канала и можно смотреть еще какие-нибудь каналы вот если хороший плейлист поставить можно смотреть каналы другие вот видите например вот этот канал можно поставить тоже все идет расширить до 1000 каналов с интернета можно смотреть этот канал что-то не пошел так сейчас посмотрим что у меня спорт есть вот посмотрите этот канал вот видите евроспорт 4 к но он идет зависанием потому что мне интернет слабенький но например можно вот этот канал посмотреть вот и видите идет можно смотреть спорт все очень куча хороших каналов так что кинотеатр есть мигангу здесь можно посмотреть фильмы вот посмотрите как но это типа платные фильмы вот например вот этот если бесплатный фильм то уже он идет все показывает идет по красоте так дальше есть кинотеатр вот этот еще кинотеатр но здесь ошибка сети этот кинотерпорт не отр почему-то не работает можно посмотреть погоду на пять дней вот посмотрите какая погодка стоит дальше и сервис youtube извините так вот сейчас мы запустим не знаю вот посмотрим вот это как идет ролик youtube это видео написано но не предназначен для вот сейчас в кинорах вот этот прикол появился что некоторые каналы но в некоторых странах ролики не показывает ну вот посмотрим вот этот пример музыка это например вот пошло ведь и показывает вот этот сейчас канал на обновление не удалось ну принципе youtube работает и вот разные можно посмотреть новости но они видим как бы не работает может новые прошивочки подправить принципе интернет-функции работает так что этот тюнерок я вам могу советовать это два приставка она идеально работает можно смотреть 32 эфирных канала даже можно не подключать антенну т2 смотреть можно использовать приставку как отдельная ай-5 тебе приставка работает меня кову работает youtube правда некоторые ролики недоступны такая приставочка могу вам ее рекомендовать и еще плюс в этой приставочки вот этот умный пульт который можно настроить вот эти и можно пультом пользоваться и забыть о пульте телевизора поэтому я эту приставочку рекомендовать и всем спасибо за просмотр и всем пока пока до новых встреч